Всем доброго времени суток! С вами Санит Машика, и сегодня у меня для вас новости на 29 число, третьего месяца 22 года. Вчера у нас таки началось празднование 9-летия Варфы, с чем я всех вас поздравляю. Скин для Виспов дают при входе в игру. До какого срока такой скин раздают, нам не уточнили, но само празднование продлится до 2-го мая. Висп Декс не меняет внешний облик способностей, кроме блуждающего огонька, разумеется. Выглядит скин неплохо. Как по мне, он делает Висп более худой, сравнивая с обычным обликом. Также нам доступны сигналы тревоги на получение подарков прошлых годовщин. Оружие можно забрать повторно для дополнительных слотов, а косметику снова забирать толку мало, кроме фигурки. Такие тревоги будут сменяться на протяжении 5 недель, которые также получат бонусные выходные кредитов или синтеза. Начинаются таки выходные в пятницу, 9 вечера по МСК, и протекают до вечера понедельника. На последней неделе мы получим сразу оба усиления. Жаль, что нас снова обделили ресурсами. Также для любителей халявы есть небольшой набор в Стиме, который можно бесплатно забрать. Включает он пистолет Лек со слотом и скин пистолетов Стратус. Забрать набор можно до 4 апреля, 9 вечера по МСК. В честь годовщины появился и особый мерч, типа футболок и значков. Впервые мы получили мерч, доступный при достижении чего-либо в игре, например, за получение 30 ранга. Такого рода мерчи будут продавать и после завершения 9-летия. Запустили ещё конкурс на создание статуи Экскалибура. Отдельно оценивают работы, созданные в Дадзио, Орбитере и Лагере Скитальца. Среди призов есть Платина и прям доступ игороды, а заявки подавать можно до 14 апреля, 20.00 по МСК. Ещё в честь годовщины мы получили личную статистику прошлого года, которая отображается на странице 9-летия. Можно глянуть ваше снаряжение, проигры с фарма Сестер Парвоса и пром вещей. Такого рода данные. Для новой войны доступна и глобальная статистика всех игроков, потому опасайтесь спойлеров. Половина игроков выбрала нейтральный вариант диалога, а на то выбрали только 20% игроков. Разделение между Оператором и с Китайцем оказалось довольно ровным, а вот среди Архонтов больше всего проблем доставил Бореаль. Немного странно, что мы не получили трейлер ни в честь 9-летия, ни в честь Горуды Прайма. Хотя с Горудой ситуация странная, ведь заставка для лаунчера есть, как и новая музыка, потому быть может, что ещё рано судить. Но перейдем к обнове 31.3, которая и добавила новый Прайм доступ. Рассмотрим снарягу мы позже, однако пару моментов стоит отметить сейчас. Например, нам забыли перевести Corvus Prime, потому для поиска реликвий или просмотра предмета нужно использовать английское название. Я уже DE писал на этот счёт прошлым вечером, но пока что исправлений не было. Был у нас и пересмотр Синергии. Нерфы получили Огрис Кувы, Акариус и Предвестник Прайм, который по ошибке получил завышенный показатель при выходе. Ещё вернули прошлое значение Анкера Сам Прайм и ослабили Фурекс и Призрак. Вещей, которые получили баффы, значительно больше. Однако DE снова повторяет свои ошибки. Синергия на Гонтаке Прайм оказалась не базовой. Пока что непонятно, исправит это скоро или снова придётся ждать месяца 3. Переключатель Прайма облика для Горуды не будет учитывать текстуры скинов Теногена для новых Когтей, по той причине, что различия между моделями слишком значительные. В Хранилище отправились Титания, Коринф и Панголин Праймы. С версии 31.3 теперь не только основатели могут получить вторую легенду. Испытание было ожидаемым. Убийство врагов вторичным оружием, при отключённых способностях. Награды тоже были привычными, включая легендарное ядро и сланец. Ещё свежая обнова добавила второе издание набора для новичков. На этот раз предлагают купить новую с Вектисом и прочим Добром. Меня часто спрашивают о том, как теперь покупать вещи в обход установленных ограничений. Я слышал истории про VPN, смену реальных адресов и обращения к жителям других стран, чтобы те совершали покупку вместо вас. Однако советовать я такие способы не могу, ибо гарантий никаких нет. В худшем случае вас могут заподозрить в продаже аккаунта, поэтому прошу учитывать возможные риски. Также нам выдали расписание стримов с общества этой недели. На этот раз выдают наборы реликвий, до трёх штук. Напоследок, что касается датамайна. Обнова была маленькой, потому особо много вещей не попалось. Например, упоминается два варианта набора поддержки Ангелов Заримана. Ещё есть некий сегмент корабля для улучшенного Цефалона. Появилась и так называемая Омега-форма, которая не сбрасывает ранг встаряжения после поляризации. Однако на этом от я всё. Поэтому всем всего, всем удачи и всем пока.